Добрый день, уважаемые коллеги. Я немножко к более пилотному исследованию обращусь, потому что предыдущие доклады прекрасно обобщали накопленный опыт в лечении, в диагностике, в профилактике кардиотоксических эффектов. Но хотелось бы тоже немножко общих фраз я скажу по этому поводу. Я больше остановлюсь именно на кардиомиопатии и сердечной недостаточности, так как несмотря на то, что мы видим весь спектр, который охватывает практически все нозологии сердечно-сосудистые в кардиотоксических эффектах, Но самым таким серьезным осложнением, с которым чаще всего сталкиваемся мы в клинической практике, это начинается все с кардиомиопатии и сердечной недостаточности. Эпидемиология вообще хронической сердечной недостаточности, она известна, она широка, даже в Российской Федерации это около 10 миллионов человек. И в принципе никто особо не выделял именно сердечную недостаточность, связанную с кардиотоксическими эффектами, с лечением онкологических больных. А по разным данным сердечная недостаточность у онкологических больных колеблется от 3 до 65%. Это колоссальные цифры, и с этим мы сталкиваемся в повседневной нашей практике. Определение кардиотоксичности, которое существует на сегодняшний день, оно тоже как бы фактически является определением сердечной недостаточности, то есть это снижение сократительной функции, третий тон, снижение фракции выброса, то есть все говорит о том, что сердечная недостаточность выходит на один из первых планов в кардиотоксических эффектах. Классификация кардиотоксичности, я здесь привела этот слайд, потому что сердечная недостаточность может встречаться при всех типах и формах кардиотоксичности, как острая кардиотоксичность, ранняя подострая, поздняя хроническая кардиотоксичность, везде может проявляться сердечной недостаточностью. И два типа кардиотоксичности, которые на сегодняшний день выделяют, это кардиотоксичность первого типа, которая является как бы необратимой, и второго типа, которая является обратимой, и в той, и в другой сердечная недостаточность представлена, потому что даже кардиотоксичность второго типа, которая вроде бы является обратимой, но чаще у больных, которые имели, допустим, сердечно-сосудистый анамнез, или которые получают комбинированную терапию, она превращается также в кардиотоксичность необратимого типа. Факторы риска, о которых здесь много говорилось, и кардиотоксические препараты, они широко известны. В диагностике кардиотоксических эффектов и имя сердечной недостаточности широко применяются тоже уже принятые такие каноны, то есть это определение тропонина, МБКФК, циреактивного белка высокочувствительного. Сейчас набирает свои обороты определение СТ2, очень такой, как показала даже в нашей клинике, была работа, и сегодня об этом прозвучит во второй половине доклад на эту тему, чувствительность этого маркера при раннем определении кардиотоксических эффектов и в острых ситуациях также. НТ про БНП и, естественно, инструментальные виды исследований, о которых тоже сегодня много здесь говорилось, я не буду на них останавливаться. Единственное, я скажу, что мы в нашей клинике очень широко применяем стентографию миокарда, и при том стентографию миокарда не с нагрузкой, а в покое, когда выявляются ранние изменения перфузии миокарда, тогда, когда еще мало выражены именно клинические проявления кардиотоксического эффекта. В дальнейшем я покажу примеры клинические. Профилактика кардиотоксичности здесь сегодня очень широко и очень подробно об этом говорилось. Также здесь хотелось бы подчеркнуть, что да, для профилактики имеются вот эти направления, которые здесь обозначены, но опять-таки вот такого кардинального влияния на развитие ситуации пока еще не выработано. Мы практически все время сталкиваемся с вторичной профилактикой, когда мы уже работаем с имеющимися проблемами. Лечение кардиотоксичности также вот здесь обозначено. Ну и из медикаментозной терапии во всех имеющихся рекомендациях и на практике уже сейчас все это применяется. В основном это группы препаратов ингибитора АПФ, антагонисты ангиотензиновых рецепторов, бета-блокаторы и дегитроперидиновые блокадры кольцевых каналов. Ну и ситуационно по симптоматике применяются, естественно, там и нитраты, гликозиды, метаболические различные средства. На эту тему фактически уже с 70-х годов, конечно, больше, как и подчеркивала Вера Исаковна, сначала с конца 90-х годов работ выходят, сейчас их все больше и больше. Вышли уже и практические рекомендации отечественные, и меморандум 2016 года, который является сейчас в основном для нас руководством к действию европейского общества кардиологического. Наша работа, консенсус, такое мнение специалистов, работающих в этой области, это в журнале «Онкология» за 2019 год, журнал Института Герцена, и в журнале «Технология живых систем» большой обзор, также с мнением специалистов по этому поводу вышел в конце прошлого года. Вышла монография кардиологического центра, сердечно-сосудистые осложнения онкологических противоопухолевой терапии, и глава в рекомендациях Российского кардиологического общества за 2018 год, это вот из последних таких рекомендаций. Методы лечения сердечной недостаточности, которые вообще для сердечной недостаточности, не касаемы именно онкологических, здесь указаны. И вот эти три последние пункта, они более, конечно, редко применяются, но работы на эти темы есть, и они появляются. Почему я здесь указала? Потому что дальше будет на это акцент. Акцент на экспериментальные работы, связанные с применением мезинхимальных астромальных клеток, по поводу которых тоже стало немного публикаций, но появляться в последнее время именно у онкологических больных. Надо сказать, что мезинхимальные астромальные клетки были открыты выдающимся отечественным исследователем Александром Яковлевичем Фриденштейном около 40 лет назад, и в нашем институте как бы и он, и его ученики начали эти работы еще с конца 60-х и 70-х годов. Почему эти клетки рассматриваются и на сегодняшний день как наиболее перспективный агент для клеточной терапии? В связи с тем, что относительно просто получать, культивировать культуру этих клеток и получать из них преддифференцированные клетки, преддифференцированные именно в кардиомиобласты. И эти клетки имеют возможность дифференцироваться в клетке различных тканей взрослого организма, но что важно для нас, наиболее важно, это клетки сосудистого эпителия и особенно кардиомиоциты. В нашем центре в течение многих лет проводились работы по изучению модифицирующего воздействия трансфузии мезенхимальных стромальных клеток, дифференцированных кардиомиобласты, на регенерацию поврежденного миокарда именно при антрациклиновых кардиомиопатиях. Концепция эффективности введения этих клеток основана на существовании такого эффекта, как хоминг-эффект. То есть это миграция преддифференцированных в направлении кардиомиоцитов клеток в направлении поврежденного ишемизированного миокарда и встраивания их, и активация резидентных клеток стволовых, имеющихся в мышце сердца. Также имеются работы, в нашем центре они проводились, и были публикации по применению при лучевых перикардитах, что тоже важно, особенно в свете доклада предыдущего. Вот так выглядят эти стромальные клетки и культура кардиомиобластов уже, которая преддифференцированная именно культура, которая вводится внутривенно. Почему внутривенно? Во-первых, как превращаются эти клетки, обычные стромальные стволовые клетки в кардиомиоциты, вернее, даже в кардиомиобласты. Это происходит под воздействием 5-азоцитидина. Это вещество добавляется в культуру клеток, и через некоторое время в этом монослое клеток мы видим, что клетки приобретают исчерченность как кардиомиоциты и самостоятельную сократительную активность, хотя это еще не зрелые кардиомиоциты, и именно на этой стадии их рекомендуется вводить в объекту, потому что зрелые клетки, пока дойдут до сердечной мышцы, уже они теряют свою активность. То есть это именно преддифференцированные клетки, которые благодаря этому хоминг-эффекту, улавливая вещества, которые в крови циркулируют от поврежденного участка, они имеют свое направленное действие и миграцию именно в участке пораженного миокарда. И представляется особенно важным то, что поверхностные антигены этих клеток характеризуются очень низкой иммуногенностью, и здесь не предполагается и не происходит реакции трансплантат против хозяина, которые обычно чревата пересадка каких-то культур клеток. Существует также мнение, что эффект от ведения этих клеток связан с активацией резидентных стволовых клеток, которые имеются в сердечной мышце. Ну вот экспериментальное исследование, небольшое было, это уже после того, как были проведены многие исследования у нас с антрациклинами, мы еще провели небольшое такое вот исследование по сравнению именно, как меняется миокард в разных группах. Здесь были группы, ну, контрольная группа, группа с адриомицином, и на верхнем ряду вы видите изменения в миокарде, которые происходят в… то есть некроз, определяется некроз кардиомиоцитов после воздействия адриомицина. На следующем ряду вы видите, это миокард в группе, когда восстановление происходит после системной трансплантации стволовых клеток. И последнее, это еще дополнительно воздействовали лазером на инфракрасном, низкоинтенсивном лазерном излучении на область миокарда. Таким образом усиливается микроциркуляция в этой области, и туда приходит больше, соответственно, стволовых клеток введенных, и мы видим, что здесь еще и образуется вот ангиогенез вот такой активный идет в этой области. На этом слайде также показано верхний ряд – это клетки с… часть миокарда с некрозом после воздействия адриомицина, и ниже ряд – это практически полное восстановление гиста структуры миокарда у крыс через 4 недели после воздействия адриомицином и введения трансплантации кардиомиобластов, внутривенного введения. Что-то заело, не могу переключить. Помогите, пожалуйста, не переключить. На основе этих исследований нами было получено разрешение на клиническое применение клеточной терапии при различных повреждениях миокарда. Теперь непосредственно предступлю. Вот в нашем центре мы отметили, что даже за прошлый год около 70% пациентов имеют сердечно-сосудистые заболевания. То есть та или иная патология у наших пациентов. Это большой очень процент, и с этим постоянно, ежедневно приходится, сталкивается в нашей работе. Что ж такое-то? Устал. Версак, а может, вы еще поставите рядышком? Вы хорошо на него влияете. Я помогу. О, сейчас мигнул. Нет, не переключился. Он просто мигнул. О, устал работать. Хорошо. Значит, в рамках исследования наблюдалось 210 пациентов за вот эти годы. Опять-таки подчеркну, что сердечной недостаточностью это было почти 50% пациентов. Нозологии, вы видите, были самые разнообразные. Выше. Не выше, не ниже. Ну не знаю. Хоть куда. На вас. Щелкайте, Вера Исааковна. Вот, у вас получается. Слушайте, вы нежели. А вы видите, надо переключиться. Норма больше, что ли? Да. Ну, там просто схемы химиотерапии. Представлены, какие схемы химиотерапии были у этих пациентов. Пациенты, которых мы брали непосредственно для введения клеток, это 22 человека. Ну, основным критерием включения это было вот химиотерапия и признаки сердечной недостаточности. И 22 пациента контрольной группы. Дизайн исследования, то есть при выявлении у пациентов признаков сердечной недостаточности, то есть кардиотоксических эффектов, начиналась обычная стандартная медикаментозная терапия, то есть ингибиторы АПФ, бета-блокаторы и так далее. И готовилась для пациентов первой группы подготовка культуры эстромальных клеток костного мозга и вводилась внутривенно эта культура. И затем проводилось контрольное исследование. Извините, пожалуйста. До этого момента оно не сталось, не знаю, что с ним стало. Еще раз. О, слушайте, вот перемирнулось куда-то. Там может что-то отошло. Значит, этапы культивирования клеток. Это флаконы, в которых выращивается монослой клеток на разных этапах. Они пересаживаются на более крупный флакон для того, чтобы сохранялся монослой. Проводилось кариотипирование для исключения аберраций хромосомных. Бактериологический тест. Это криобанк, в котором клетки хранятся. И проводилось внутривенное ведение. Вот тут опять свернусь, почему внутривенный путь ведения. Потому что существуют разные, на самом деле, пути ведения стволовых клеток. Но внутривенный путь – это наиболее простой, наименее инвазивный метод. И он не требует ни хирургических, ни эндоскопических вмешательств, что очень важно для наших больных, которые на своем этапе лечения в онкологической клинике получают очень много всевозможных инвазивных процедур. Методы обследования я уже говорила о них. Но главное, что трансплантация кардиомиобластов, проводимых внутривенно. Мы вводили около 200 миллионов клеток, в зависимости от того, сколько там вырастало, от 150 до 300 миллионов клеток, в физиологическом растворе, естественно, с добавлением гепаринового избежания склеивания элементов. И в течение… Это обычная внутривенная инфузия с средней скоростью ведения в течение 40-60 минут. Побочные эффекты, которые наблюдались у пациентов. Процентов у 10 пациентов отмечалась температурная реакция, иногда со знобом, как гриппоподобное такое состояние в течение 1-2 часов после введения. И у пациентов с артериальной гипертонией или, наоборот, с гипотензией отмечались вот такие колебания артериального давления тоже в течение 1-2 дней, которые, в принципе, легко купировались обычной медикаментозной терапией и не имели отражения на электрокардиограмме и при других методах исследования. Динамика структурно-функциональных клинических показателей также определила, что при пациентах первой группы мы видели положительную динамику по моментам ремонделирования, то есть не расширялись объемы сердечных камер, увеличивалась фракция выброса, уменьшались зоны гипокинеза, аритмейшей мере и меньше фиксировалась, и по тестам 6-минутной ходьбы и балам ШОКС также отмечалась положительная динамика, чего не было во второй группе. И при распределении больных по функциональным классам сердечной недостаточности отмечалось, что в первой группе произошло перераспределение пациентов из третьего функционального класса во второй, при этом даже появились пациенты, которые можно было отнести к первому функциональному классу. Во второй группе, которые пациенты были на стандартной медикаментозной терапии, они получали все медикаментозную терапию, рекомендуемую при сердечной недостаточности, на протяжении всего исследования. К сожалению, ближе ко второму году, 12-14 месяц, уже отмечалась отрицательная динамика, но в принципе это как бы обычное течение сердечной недостаточности, которое развивается. Но у этих пациентов на химиотерапии, оно, конечно, происходит несколько быстрее. При сравнительной оценке данных с тентиграфией миокарда, дальше это я покажу на слайдах, будет очень наглядно видно, что улучшается сократительная функция перфузии миокарда после проведения трансплантации, то есть уменьшилась динамика снижения процента перфузии и увеличилась фракция выброса, чего не было у пациента от второй группы. Опять же, это клинический случай пациента без клеточной терапии, здесь проводилась только обычная стандартная терапия, и мы отмечаем, что через 6 месяцев зоны со сниженной перфузией, сине-зеленое окрашивание, они значительно увеличились. На электрокардиограмме также отмечалась отрицательная динамика, и при проведении эхокардиографии мы видели, что происходит ремоделирование миокарда, увеличиваются размеры левого предсердия, объемы, и снижается постепенно фракция выброса. Этот случай также пациент без клеточной терапии, с заболеванием мочевого пузыря, тоже прекрасно видно, что у пациента к 6 месяцам ухудшается перфузия миокарда, несмотря на проводимую медикаментозную терапию, снижается сократительная функция миокарда. Пациент с заболеванием предстательной железы, но у нас пациенты практически все были сердечно-сосудистым анамнезом, и эти пациенты уже получали медикаментозную терапию до того, как мы начинали наблюдение даже за ними. То есть мы там могли что-то корректировать, но в принципе они все получали эту терапию. И этот пациент с сердечно-сосудистым анамнезом, также отмечалась кардиотоксичность у него, то есть появилась там безболевающая миокарда, появились часто экстрасистолы у него, и признаки сердечной недостаточности более выраженные, чем были до того, отмечалось. При сцентографии миокарда снижение перфузии, и в дальнейшем после проведения клеточной терапии отмечается улучшение перфузии миокарда и сократительные функции. И по ЭКГ, вот вы видите его электрокардиограмму до того, как мы начали терапию и введение стволовых клеток, и через 2 месяца и через 6 месяцев после проведения клеточной терапии. Также клинический случай пациента. Здесь отмечены этапы через 6 месяцев. Вот верхний слайд, левый и нижний, это разница в 6 месяцев, верхний правый через год, и нижний правый это через 24 месяца. По сравнению с тем, что было через год, то есть положительная динамика, она уменьшилась, однако сохраняется положительная динамика по сравнению с исходным состоянием миокарда. При раке левой молочной железы пациентка также отмечалась токсическая кардиомиопатия и проводилась клеточная терапия на фоне медикаментозной терапии, и отмечена положительная динамика с увеличением фракции выброса с 43 до 63. И надо сказать, что эти пациенты продолжили лечение по своему основному заболеванию, что очень важно. То есть лечение не прекращалось на фоне вот этой, то есть короткий период, когда было приостановлено лечение в связи со снижением фракции выброса и выраженности кардиотоксичности, и затем лечение у этих пациентов продолжилось. А наша цель в кардиоонкологии – это именно то, чтобы пациенты закончили свое успешное лечение по поводу основного заболевания без ухудшения состояния сердечно-сосудистой системы и сокращения продолжительности жизни и по той, и по другой причине, то есть и по онкологии, и по сердечно-сосудистой патологии. И это тоже пример пациентки с заболеванием молочной железы. Тоже мы видим положительную динамику после проведения медикаментозной и клеточной терапии. Это электрокардиографические данные этой пациентки. И последний пример – пациент с заболеванием рака почки. Здесь проводилась терапия таргетными препаратами, которые также имеют кардиотоксическое действие, которое мы и видели. И вот эта динамика. Опять-таки хочу подчеркнуть, что через 24 месяца по сравнению с годичным сроком отмечается некоторая отрицательная динамика, но тем не менее это все равно лучше, чем исходные данные этого пациента. В конце доклада хочу сказать, что это, конечно же, должен быть мультидисциплинарный подход, командная работа. И вот я на ряде других конференциях этот слайд показывала, но сюда я еще ввела ицетологов. Потому что эти данные, которые мы получили в ходе этого исследования, они наводят на мысль о том, что именно эта область может стать достаточно перспективной в лечении этих пациентов, потому что то, что мы имеем с медикаментозной терапией, которая уже на протяжении ряда лет применяется, все-таки не спасает наших больных от дальнейшего развития, начавшихся признаков сердечной недостаточности, которые начались еще на этапе лечения онкологического. А вот это применение столовых клеток, возможно, и даст такую перспективу, но, конечно же, это требует еще дальнейшего изучения, наблюдения. Но уже сейчас те пациенты, которые прошли это лечение, они чувствуют себя гораздо лучше, что обнадеживает. Спасибо большое за внимание. Извините за технические сложности борьбы с аппаратурой. Продолжение следует...